В прошлом сезоне саратовцы финишировали на второй строчке в таблице ПФЛ зоны «Центр». Поэтому в очном противостоянии салют считался аутсайдером. И не мудрено, что первый в матче опасный подход к воротам создали именно гости. Правда, игра была равная. На девятой минуте стопроцентным моментом ответили черногранатовые. Денис Дегтев с убойной позиции не смог переиграть саратовского голкипера. Но спустя 11 минут гости ответили еще опаснее. Александр Перченок хорошо приложился и сотряс перекладину ворот Артема Цегулева. На перерыв команды ушли с обоюдными нулями на табло. Во втором тайме картина игры поменялась кардинально. Саратовцы начали больше владеть мячом, а атака салюта стала вовсе без зуба и очень сильно подводила реализация. Единственное, что объединяло оба тайма, так это рубка за каждый сантиметр поля. Кульминацией игры стало столкновение салютовца Артема Цегулева и игрока Сокола Виталия Галыша. После которого саратовец самостоятельно покинуть поле не смог. После этого момента гости забили, но гол был отменен из-за фола. Спустя 7 минут ворота салюта были поражены снова. И на этот раз судья показал на центр. Игра так и завершилась со счетом 0-1. Нам очень жаль, что мы пропустили на последних минутах. Играли в принципе очень хорошо. Тяжелый матч в плане именно напряженности, в плане количества ведения единоборств. Очень понравилось хорошее качество поля, несмотря на то, что дождик прошел поля, она позволяла демонстрировать футбол. И думаю, что итог справедлив. Следующий матч салют Белгород проведет дома 28 июля уже в рамках Кубка России против Липецкого Металлурга. Илья Лядвин, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на мире Белогорья.